Я из Мексики. Я думаю, что большинство тех, кто планирует сейчас поехать в Тихуано подавать на убежище, знают о том, что скопилось большое количество людей в Тихуано на границе. Это связано с тем, что кто-то решил собрать людей для определенных целей, не знаю, каких там политические какие-то игры или кто-то кого-то пиарит. С этими людьми, 300 семей из Южной Америки, которые пришли выразить ноту протеста Дональду Трампу, пришли представители Amnesty International, это организация, с которой мы взаимодействуем, материалами, которыми мы пользуемся. Это очень хорошо. Эти люди прошли в Мексику, несмотря и вопреки. Не знаю, каким образом они добирались до Тихуано, но дело не в этом. Дело в том, что мы уже сталкивались с подобной проблемой. Да, тогда это не было какой-то политической, там, социальной, либо какой-то пиар-акцией. Да, тогда это просто пришли люди также из Южной Америки. Они устроили палаточный городок возле границы в Сан-Исидру, ждали где-то 3-4 дня, потом все это благополучно рассосалось после Нового года. Мы находились в тот момент, сейчас я сделаю окошечко в этом видео, вы можете посмотреть, что было ровно 20 декабря прошлого года. То же самое, те же самые люди. Правда, у них не было никаких требований, они пришли сами по себе. Что происходит с этими людьми? Да очень просто. Они подают на убежище, оснований нет, их там держат в иммиграционном лагере, а потом возвращают обратно к себе на родину, потому что должны быть основания. То есть это просто кто-то собрал людей со своими определенными целями для того, чтобы что-то там для себя лично реализовать. На этом самом фоне всякие разные блогеры, продавцы виз подключились и начали пиарить и распространять ложную информацию в странах, где люди эмоционально неуравновешенные. Для чего? Для того, чтобы просто продавать свои услуги. Мол, типа, Тихуана закрылась, блин, что вы вообще говорите про каких-то детей, которых забирают? Такого никогда не было и не будет. Кого забирают? У нас не было ни одного случая, чтобы кто-то кого-то куда-то забрал. Что за бред вы несете, друзья? Итак, мы готовы к этой ситуации, то, что сейчас происходит в Тихуане. Мы сталкивались с подобного рода проблемой. Обычно. Это обычно. Это границы США. У нас, кроме Тихуана, есть масса других штатов и других городов, даже в том числе и в штате Калифорнии, которые также принимают беженцев, где нет людей, которые подают на убежище, где нет никого абсолютно. Просто мы привыкли подавать Тихуана. Там есть определенная инфраструктура, которой мы пользуемся, есть определенный дом, в котором мы живем. Мы там бываем, берем машину в аренду, там океан, можно поплавать, расслабиться и так далее. Но есть другие города. Также можно приехать и подать. Я могу сказать, что у меня клиенты, наши друзья, которым мы делали кейсы, даже сами мне предлагали, а можно мы подойдем в другом городе? Да, конечно, подавайте. Мы им помогали подать в другом городе, и они сейчас благополучно уже оказались в Соединенных Штатах. Так что не надо никого пугать. Если вы хотите эмигрировать, надо брать и действовать. И доверять только тем, кто в настоящий момент в Мексике, кто вчера был в Мексике, кто позавчера был на границе. Только этим людям, которые знают, что делают, и знают выход из любой ситуации, которая складывается на границе. Вот и все. Мы болеем этой темой. Доверяйте тем, кто реально занимается этой проблемой и помогает людям в эмиграции. Подписывайтесь на наш канал. Мы надеемся, что подписчиков у нас будет больше, и вы будете использовать возможность, которая у вас есть, эмиграция через Мексику, через Тихуану и через другие города в полном объеме. Потому что визу сейчас получить сложно. Должна быть визовая история, должен быть сильный кейс. Если вам кто-то там рассказывает про то, что визу можно получить, сделав документы, подделав на коленке, это вранье.